Банка Москвы Да, да, взаимно добрый день. Мы с вами год назад встречались, когда вот кризисное явление или кризис только начинался, только зарождался. Практически год прошел, что изменилось? Действительно ли ситуация стабилизировалась или рано пока об этом говорить? Кризис безусловно есть. Мы видим, что достаточно серьезная ситуация в банковской сфере с точки зрения качества кредитных портфелей в первую очередь. С прошлого года, наверное, тенденция развивалась. Банки сейчас переориентируют свой бизнес и стараются в очередении кредитования работать все более с качественными заемщиками. Здесь немножко активность снижают и уходят в плоскость работы именно транзакционного бизнеса, транзакционного банкинга. Не все справляются, идет консолидация рынка. Глава Сбербанка Герман Греф говорит, что он ждет до конца года еще новых банкротств крупных банков. А глава ВТБ Андрей Костин вообще говорит, что должно остаться только 200 банков, но остальные просто рынку не нужны. Как вы к этому относитесь? Здравый смысл есть и в том, и в другом высказывании. То есть, безусловно, наверное, такое количество банков, если вот смотреть даже на мировую систему, на Америку в том числе, наверное, много. А сколько тогда должно остаться? Да, вот сколько должно остаться, здесь этот вопрос, мне кажется, такой-то дискуссионный. Я думаю, что у нас экономика уже вполне себе рыночная и думаю, что эволюционно мы придем к тому оптимуму, который должен быть. Сейчас то, что делает регулятор, центральный банк, мне кажется, они действуют достаточно качественно, без каких-то сильных рывков. И вот при условии того, что уже порядка, мне кажется, больше 50 банков закрылось, в частности, в этом году, мы не видим каких-то серьезных потрясений на рынке, ни как с точки зрения физических лиц, ни с точки зрения юридических лиц. Ну вот вы сказали, что темпы кредитования снижаются, ну или просто, скажем так, не растут, да? Вот что в этой ситуации делать банкам? По-прежнему транзакционный бизнес – это и есть поддержка в кризис. У банков, даже крупных, которые входят, наверное, в 20 или в 50, существует проблема с достаточностью капитала. Это, в первую очередь, как бы отражение того, что для нас фактически уже второй год закрыты рынки капитала западного, я имею в виду, и нет возможности вот как-то рекапитализировать, привлекать дополнительные ресурсы. Поэтому банки сейчас пересматривают свою стратегию и все больше и больше уходят в плоскость транзакционного бизнеса, потому что этот бизнес, как мы уже с вами говорили, он не требует отвлечения капитала, а дает возможность зарабатывать, причем зарабатывать именно комиссионный доход, который не несет риск и, собственно, для банков является наиболее значимым и важным элементом структуры доходов. А у вас есть какие-то результаты, достижения в этой области? С точки зрения 2015 года даже не ожидали, что получим такие результаты, потому что все равно ощущается влияние кризиса, но, тем не менее, за полугодие у нас чисто комиссионный доход по расчетно-кассовому обслуживанию превысил 1,6 миллиарда, что на 74% больше прошлого года. Мы достаточно серьезно увеличили текущий портфель привлеченных ресурсов от клиентов малого бизнеса. Портфель вырос на 4,9 миллиарда рублей, где-то на 19% с начала года и составил 23,6 миллиарда рублей. Вот так кризис. Да, на наш взгляд, благодаря тому, что нам удалось за вот эти 8 месяцев текущих годов привлечь новых 11 800 клиентов, в принципе, мы видим, что клиентская база растет темпами, превышающими темпы роста аналогичного периода 2014 года. Всегда хочется спросить, вот это Ваша заслуга, что клиенты к Вам приходят? Мы задавались этим вопросом, но вот мы уже на протяжении двух лет проводим исследования, привлекаем внешнюю компанию, которая производит оценку и работает с нашими клиентами. Показатель удовлетворенности услугами банка у нас к прошлому году вырос до 91%. Все по-честному? Да, то есть это говорит о том, что мы в правильном направлении развиваем наш продуктовый ряд. Продуктовый ряд является фокусным, востребованным и, собственно, этот процент растет. И достаточно стабильно у нас уже в 2,5 года держится показатель клиентов, которые считают, что это Банк Москвы для них единственный расчетный банк. Этот показатель у нас находится на уровне 87%. В основном это, конечно, клиенты малого бизнеса, которые не склонны делить свой денежный поток на несколько банков. А как Вы конкурируете с другими игроками банковского рынка по транзакционным продуктам? Мы достаточно серьезно расширили функционал интернет-банк-клиента. Сейчас уже фактически 90% функционала реализовано. Клиент может размещать депозитные продукты, осуществлять, безусловно, все расчеты, получать все виды справок об оборотах, о судной задолженности, не приходя в банк через дистанционные каналы. Сейчас мы реализовали уже возможность заказывать, перевыпускать зарплатные карты, если зарплатный проект есть, заказывать корпоративную карту. То есть большой комплекс услуг мы уже в этом году реализовали, и для клиентов это доступно. Дальше мы реализовали достаточно такой интересный инструмент, он может быть не уникальный на рынке, но очень маленькое количество банков пока это предлагает. Это электронный документ-оборот. Мы реализовали это прямо в интернет-банке. Если в двух словах говорить, что это такое, да, это наши клиенты могут, если они имеют подключенный интернет-банк, они могут обмениваться юридически значимыми документами между собой. Вернемся к транзакционным продуктам. Знаете, один из основателей консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман, он сказал, что через 10 лет платежные функции банков исчезнут, и транзакциями займутся разнообразные какие-то digital бизнес-структуры, IT-структуры. Это действительно вызов, угроза для банковского сектора? Как считаете? Банки живут уже, не знаю, больше тысячи лет, и, собственно, так глобально их функция не поменялась. Безусловно, сейчас появляются какие-то технологии, появляется какой-то дополнительный сервис. Что-то, наверное, может уйти на аутсорсинг отчасти. Например, мое личное мнение, что в какой-то перспективе банкоматная сеть в России может быть на аутсорсинге, но все-таки основные функции расчета, функции кредитования, размещения депозитов, они в банках останутся. Сейчас непросто находить новых клиентов, хотя вы говорите, что у вас получается. А за счет чего вы их привлекаете, откуда они к вам приходят? Учитывая, что у нас клиентская база достаточно большая, это порядка 120 тысяч компаний, мы посмотрели на свою клиентскую базу и поняли простую вещь, что у каждого клиента есть как минимум один контрагент, с которым он рассчитывается, а, как правило, их 2 и 3. Соответственно, ключевая задача, которую, как мы понимаем, основное требование наших клиентов, в первую очередь малого бизнеса, это скорость расчетов. И мы поняли, что если мы предложим и создадим некий сервис, который бы позволил нам в банк завести и клиента, и контрагента, и тому, и другому будет выгодно, мы, а, сможем увеличить клиентскую базу, б, сумеем за счет того, что это все в одном банке, максимально сократить скорость расчетов с точки зрения времени и удешевить этот процесс, потому что, ну, скажем, расчеты в одном банке, они все равно априори дешевле, чем перечисление денег куда-то. И, собственно, мы во второй год начали развивать именно этот канал основной. Мы стараемся сейчас затачивать свою линеечку продуктовую под контрагентов. Для иллюстрации, наверное, таких 2 основных продукта мы сделали расчеты 24 на 7, что на сегодняшний день уникально для российского рынка. Никто из банков расчеты круглосуточно для юридических лиц не обеспечивает. У нас до сих пор платежи внутри банка бесплатные. И вот мы достаточно активно 2 раза в год проводим акцию «Выгодное партнерство», которая у нас направлена именно на привлечение контрагентов. Кстати сказать, акция у нас стартанула с 1 октября, вот она, 3 месяца будет действовать. Там логика такая, что да, если контрагент приходит обслуживаться под нашего клиента, если он просто пришел, зная, что у него есть контрагент, он получает какие-то преференции на вход, и там сколько-то времени обслуживаться банке бесплатно. Если он имеет, скажем так, сопроводительное письмо от нашего клиента, то получают преференцию оба. И наш клиент приведи друга. Хорошо. А вообще какие комиссии предусмотрены для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при входе в банк и при дальнейшем обслуживании? У нас существует следующая модель работы. Вот у нас есть тарифный сборник, то есть там прописаны все услуги и прописана стоимость и плата за них. Тарифный сборник у нас находится сейчас на таком среднерыночном уровне. Плюс для того, чтобы привлекать предпринимателей, привлекать, наверное, клиентов, которые являются такими микробизнесом, может быть, стартапами, которые на старте, скажем так, имеют ограничения по оплате комиссий, мы создали набор тарифных планов. У нас их порядка сейчас четырех, в которых спакетированы услуги и как бы по этому принципу предусмотрен некий дисконт. То есть если они покупают пакет, это существенно дешевле, чем отдельно каждую услугу покупать в тарифе. Пакеты у нас сейчас где-то варьируются по суммам от самой дешевой 2,5 тысячи рублей в месяц и самой дорогой 5,8 тысячи рублей. Какие планы у банка вот сейчас до конца года? И главное, что вот нового интересного будет в 2016 году? Вероятнее всего тяжелый будет год. То есть продолжатся, видимо, какие-то кризисные явления. С точки зрения транзакционного бизнеса, я думаю, никаких, наверное, потрясений не будет. Будет продолжаться консолидация банковской системы, укропнение ее. Мы будем активно работать над увеличением своей активной клиентской базы, над привлечением клиентов. Ну и ставим для себя задачу все-таки в ближайшие 2-3 года, наверное, уже, наверное, под флагами ВТБ, Объединенного банка, обеспечить там один из лучших сервисов транзакционных или расчетных, скажем так, и войти, наверное, в пятерку лучших расчетных банков, ну как минимум. Я желаю, чтобы ваши мечты сбылись. Благодарю вас, Андрей Валерьевич. Всегда рада вас видеть в нашем эфире. Спасибо. Спасибо большое.